так заселяемся наконец-то мы друзья дали нам уже ключики вот сопровождает нас этот молодой человек и мы идем сейчас в наш номерок так корпус получается у нас вот здесь да вот окей все спасибо да все спасибо так друзья вот такой вот нам дали конвертик с ключиком вот наш номерок ну что начнем обзорчик обзор начнем с ванной комнаты душевой так что у нас есть у нас есть умывальник у нас есть шампунь и гели для душа шапочки для душа туалетная бумага обычная мыло жидко есть фен так какого душевая кабинка ну естественно горшок полотенце для ног лежит и таня полотенца где я что-то их не нахожу так говорили чтоб красное полотенце вы тоже где-то здесь так номер небольшой а даже тапочки есть есть тапочки есть пакет есть сейф плечики есть 1 2 3 4 вот таких вот плечика так ключ здесь электронный им открываешь и им же активируешь работу все электрики вот такой вот плоский телевизор так такой вот столик зеркало и такой пуфик можно присесть так здесь и так понимаю барчик так здесь есть две бутылочки воды и собственно все никаких напитков ничего здесь больше нету так ну кроватые кроватки здесь раздельная ну как бы их можно сдвинуть если убрать вот эту тумбочку так есть телефон есть блокнот с ручкой для записи чего там кому надо записать это вот картина на светильниками по мягкости кровать так себе это этаж получается у нас подвальный ну как не подвальный полу полуцокольный или как это так как тут выходить она отбивается дверь и отживается вот такая вот москитка мы получаются на уровне бассейна вот бассейн то есть это самый первый или как нулевой этаж если так нужно выразиться вот такая вот картина ну в принципе все номера здесь выходят в сторону наверное бассейна на тыльную сторону тут есть балкон или нету в общем вот так вот здесь на балконе есть два стульчика столик и все вот такой вот у нас номерок так это что так это расписание работы отеля в этой папочки находится всякая информация касающаяся отеля в общем такое все есть два стаканчика для воды таких вот бумажных и собственно все вот такой вот номер номер небольшой ну как небольшой в принципе средний он не маленький надеюсь музыка с бассейна не будет сильно нас доставать вот так вот так кондиционер есть управляется он вот есть пульт кондиционера то есть индивидуальный не общий не общее кондиционирование то есть каждый сам себе его включает как кому нужно ну вот собственно и все друзья вот такой вот такие у нас апартаменты сейчас будем принимать душик сегодня у нас день отдыха да кстати вот вай фай мы сейчас подключили в номере у нас работает вай фай это корпус я не знаю какой номер этого корпуса ну от ресепшена тут в принципе недалеко ну как я понял что все номера которые находятся вокруг бассейна вай фай достает без проблем здесь в этом отеле отель называется бел бельчик ум до бельчик ум бич хотел то есть думал белки кум бельчик ум ну вот так турецкая суба название я так понимаю это не линейка отеле это чисто какой-то турецкий бренд отельный может еще где-то есть таким ну отеле этой линейки они я не встречал читали так ну что все будем располагаться раскладывать вещи и начинается отдых повторюсь это алю денис регион сетки и прилет в этот курорт осуществляется через аэропорт даламан откуда ехать сюда где-то 60 километров ну собственно и все так первый день и сразу встречу с гида нам назначили на 4 часа сейчас идем пол пообедали чуть-чуть отдохнули часик и вперед слушать давайте не ключик видео слушать что нам предложат наши туевские виды ну продолжать курсе как обычно сейчас послушаем если будет возможно снимательнейше некоторые виды просят но как бы не снимать и во время этих встреч что не сниму а если можно будет то сниму для вас послушайте что рассказывает гид туи вот такая тусовочка кстати очень много пара планера вот этих вот летают да мы на пляже нас считали 30 вот этих вот пилотов у них то ли соревнования какие-то потому что по территории отеля и пляжу ходит человек парень из рации координирует видимо их не действует они здесь приземляются прямо возле пляжа маленькие бананы так вот это вот наша понимаю гид уже все ушли ли что мы как всегда опоздавших все девочка стуи нам сказала стоит нужно идти в инфо зал где-то там и там будет проходить все это все это общение так вот это вот наш басик вот такие плоды на банановым растений это цветок это цветок банана да вот тут наш номер друзья вот это вот наш балкончик и рядом у нас находится такой лежачок не лежачок а как как называется ама гамачок да гамак можно на мочке поваляться таня плюхнулась вот такая тут развлекуха вот еще один планер один только что сел прямо за крышей ресторана если этот будет наверно садится грибе классно так инфо зал отеля находится вот перед входом в ресторанчик направо двери тут такой зал пойдем туда а вот кстати покажу вам этот всю эту тусовку парапланировать их или как их правильно называть вот там их довольно большая группа и все здесь под деревом складывает раскладывать свои парашюты летают как одиночными как сказать правильно экипажа в общем или один человек или двоем даже инструкторами так что такая еще есть развлекуха озончик поливается такая рощица небольшая спальня с гранатовых деревьев по-моему какие-то туйки и впереди море 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 еще один летит очень много эти подниматься на такую высоту что их еле видно так ладно пойдемте послушаем нашего гида и так друзья закончилась наша встреча с гидом программа была стандартная знакомства все там вопросы по ограничениям карантинным там иметь с собой документы всегда в городе потому что полиция может проверить и так далее и вопросы экскурсии обсуждались экскурсии работает немного где-то процентов 30-40 из тех которые обычно и предлагают туроператор потому что еще не раскачались они после этого локдауна вот экскурсии значит предлагали по муколе здесь есть рядом долина бабочек так называемая это здесь и далеко на она отдельно как сама по себе не существуется типа вы едете в магазины вас завозят там кожа текстиль и заезжайте в эту долину бабочек там но так называть некий там бабочек не это просто такая лагуна красивая с красивой бирюзовой водичкой и так далее потом там джеймс бонд тоже на быстрой такой моторной лодочке тоже заплываете в эту бухту в эту долину бабочек еще там пару местом по реке где-то каких-то рыбок смотрите так потом дальян это тоже там захватывает экскурсия реку там еще какие-то ну в общем все так стандартно обычно как ну все кто был в турции неоднократно понимают о чем эти экскурсии да там кормят они занимают от полудня до дня по муколе отсюда кстати самая близкая точка чтобы ехать туда вот тут ну это по муколе это три с половиной часа занимает дорога в одну сторону и ну в любом случае вы тратите день на эту экскурсию стоит она у ту и на сегодняшний день 55 долларов человека то есть 110 долларов на двоих и видите на целый день по муколе вы знаете что такое это термальные такие ванны с термальной водой такие меловые образования белая такая известковая структура этих ну чем этой породы в которой вот эти все красивые такие термальные террасообразные ванны ну в общем такое съездить отсюда можно ближе всего и меньше всего вы потратите времени на дорогу ну и так в общем то особо ничего так что вот вот и вся информация касаемо этой встречи с тайным гидом пока мы еще ничего не взяли никакой экскурсии пока еще думаем все хотим сами взять какую-нибудь транспортное средство и поездить здесь ну поездить здесь не всегда здесь не очень комфортно по той причине что здесь очень плохие дороги весь регион фитхе фактически находится в состоянии ремонта именно дорога и очень пыльно очень много снят а асфальта разметок почти нет и как бы ну кататься по такой дороге особенно на байке ну как бы не сильно приятно и честно говоря местами даже опасно поэтому поэтому вот так вот все идем отдыхать потому что мы сегодня еще толком не спали перед ужином хоть пару часиков подремаем и потом пойдем на ужин вечером погуляем может по бережку я имею ввиду а